Давайте обратим внимание на шаблоны главных и внутренних страниц. Они имеют большие одинаковые области. И для того, чтобы не вносить изменений сразу в два шаблона, вынесем их в обычный подключаемый файл. Это облегчит поддержку проекта. Итак, откроем шаблон внутренней страницы. Файл хедер. И давайте откроем файл хедер шаблона главной страницы. В данном случае можно наблюдать div с классом HDHeaderArea. Она содержит в себе функционал до цепочки навигации, включая меню. Поэтому давайте вынесем div с классом HDHeader в отдельный файл. В шаблоне главной страницы также можно наблюдать div с классом HDHeader, в который включается компонент меню в конце. Итак, давайте создадим эти файлы в шаблоне, в дефолтном шаблоне сайта, в какой-нибудь директории, например, в директории include. А назовем их также header. Итак, div с классом HDHeader. вставляем файл header и здесь подключаем этот файл. вставляем файл. Так, подключили его в шаблоне внутренней страницы. Давайте сделаем то же самое в шаблоне главной страницы. Давайте сохраним и проверим. Так, обновим главную. Мы видим, что функционал есть, и он работает. Перейдем на внутреннюю страницу. Да, все работает. Давайте поступим так же с футером. Откроем футер шаблона внутренних страниц и футер шаблона главной страницы. Обратим внимание на тег div с классом ft-футер. В данном случае в обоих шаблонах он содержит одинаковую информацию, поэтому давайте его тоже вынесем. Для этого создадим файл в дефолтном шаблоне сайта в папке include файл-футер. Перенесем верстку. И заменим подключением файла. Давайте воспользуемся уже написанным. В шаблоне главной страницы заменим на подключение файла футер из дефолтного шаблона. Сохраняем. Давайте посмотрим, что получилось. Так, мы обновили шаблон внутренней страницы. Видим, что вся информация на месте. Посмотрим, что на главной. На главной тоже все в порядке. Обратим внимание на то, что здесь отсутствует надпись «Время работы». Если переместится футер, мы видим, что пропала надпись «Контактная информация». Давайте разберемся, в чем дело. Перейдем в шаблон главной страницы. Откроем раздел «Lang» языковых файлов. Здесь мы видим, что отсутствует файл header.php. Давайте скопируем его из шаблона внутренних страниц. И посмотрим, изменится ли что-нибудь на главной странице. Мы видим, что добавилась надпись «Время работы». И осталось разобраться с тем, почему не выводится контактная информация. Давайте откроем файл футер.php, шаблоны главной страницы. И стоит обратить внимание на то, что здесь нет подключения ланговых файлов. Давайте добавим включение. Вот оно. Вместе с проверкой константы b.prolog.included сохраним. Вновим страницу. Итак, мы видим, появилась надпись «Контактная информация».